В этот видеообзор посвященный четвертому выпуску записок Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества за 1909 год. В сборник вошли работы Сидельникова, Герасимова, Пахомова, Цибузина, Шмакова, Степанова и журнал полковника Зряхова. В сборник вошли четыре работы ученого-географа Сидельникова. Обследовав переселенческие участки Каркаролинского уезда, он написал статью «По переселенческим участкам Каркаролинского уезда. Материалы к геоботаническим характеристикам уезда», где он излагал историю сел, давал характеристику старожилам и переселенцам, анализировал виды их хозяйств. Вторая статья «Материалы к температуре грунтовых вод Каркаролинского уезда и мерзлая почва там же», который дал описание местности с характеристикой почв и орошения, а также сообщил о данные о температуре воды в колодцах, ключах, речках, высказал предположения о происхождении грунтовых вод этого района, указал местонахождение вечной мерзлоты в долине реки Сары-Булак. Третья статья «Сидельникова. Отчет о поездке на озеро Зайсан» в 1906 году. Четвертая статья «Отчет о поездке в юго-западный Алтай и в долину реки Теректы в горах Саур» в 1908 году. В результате этой поездки был собран обширный гербарий и коллекция насекомых. В сборник вошли три работы Герасимова. В своей работе по пасекам Ускемногорского уезда он пишет о развитии пчеловодства в области. Ускемногорский уезд издавна славился пчеловодством. Эта отрасль приносила населению хороший доход. Автор писал, что и в дальнейшем край для развития пчеловодства имеет все благоприятные условия. Вторая статья Герасимова из мира легенд и недавнего прошлого «Этнографические мелочи». Интересуясь стариной, Герасимов собирал разные сказания, которыми были богаты обширный Семипалатинский край и входившие в него часть Алтая. В начале XX века Герасимов писал, что с собиранием сказаний надо спешить. Пройдет еще некоторое время и бесследно затеряются даже и те отрывки разных сказаний, которые встречаются сейчас. Третья статья Герасимова. Пролет птиц над Семипалатинском. В этой небольшой работе Герасимов, опираясь на сведения от общества правильной охоты, дает схему перелета птиц над Семипалатинском. Например, в марте 1908 года пролет птиц происходил в следующем порядке. 9 марта – грачи, 19 марта – скворцы, 20-го – коршуны, 24-го – утки и так далее. Представлена работа журнала полковника Зряхова, введенной во время плавания парохода по Нижнему Иртышу, озеру Норзайсану и Верхнему Иртышу в 1863 году. Полковник Зрях во время плавания вел журнал, в нем описывал состояние реки Иртыш в плане пригодности или непригодности ее для пароходного сообщения. Работа Пахомова «Рельеф местности вокруг озера Маркоколь» автор дает описание рельефа местности, описывает озеро, окруженное цепью живописных гор, описывает фауну и флору этого богатого края. В сборник вошла работа Плотникова «Песни казаков сибирского казачьего войска» вступительной статьей. Эти песни, песни хоровые и вечерочные, будут интересны для любителей народной поэзии. Представлена статья Цибузина и Шмакова «Заметки о жизни Дунган селения Каракунус» Пешпекского уезда Семереченской области. Авторы пишут о дунганах, которые переселились из Китая в Казахстан и осели в Пржевальском, Пешкекском, Вернинском, Аулитинском и Ожском уездах. Авторы статьи знакомят нас с бытом дунган, с их фольклором. В этой статье представлены некоторые загадки, пословицы, анекдоты, переведенные на русский язык. В сборник вошли две работы Степанова «Метеорологические таблицы по данным Семипалатинской метеорологической станции 2-го разряда 1-го класса за 1905-1907 годы» и следующая работа «Наблюдение Семипалатинской метеорологической станции за 1908 год с таблицами наблюдений». В конце сборника представлены отчеты о деятельности Семипалатинского географического подотдела с протоколами заседаний Распорядительного комитета и общих собраний подотдела за 1906-1907 и 1908 годы. Работы, вошедшие в четвертый выпуск записок, характеризуют деятельность географического общества по исследованию Степного края. Следующий обзор будет посвящен пятому выпуску записок СРГО за 1911 год из Фонда областного историко-краеведческого музея города Семей.